Здравствуйте! Вы смотрите новости телеканала Сампо ТВ 360 в студии Андрей Раев. И вот, что сегодня в выпуске. Везде в этих местах уже созданы заводы по водоочистке. Из Поднебесной на очистные делегация из провинции Фудзянь ищет решение карельских проблем. На приставке имеются выходы видео, разъем видео и два разъема звука. Подключаем по цвету. Как перейти на цифру? Продолжаем пошаговую инструкцию. В Карельской столице снова побывала с визитом делегация из китайской провинции Фудзянь. В этот раз в составе делегации специалисты в области городского строительства и коммунального хозяйства. Гостям из Поднебесной показали канализационно-очистные сооружения Петрозаводска. И обсудили, как можно выстроить сотрудничество, а вместе с ним и новые очистные. Карелия в таком сотрудничестве кровно заинтересована. Об этом в самом начале встречи на столичных очистных сказала замминистра строительства ЖКХ и энергетики республики Анна Борчикова. В республике Карелия имеются достаточно серьезные проблемы по очистке воды и источных вод в небольших населенных пунктах численностью до 20 тысяч человек. В Петрозаводске реконструкция водо- и канализационно-очистных сооружений проведена. Проект состоялся с участием стран Евросоюза и стоил около 2 миллиардов рублей. Но во многих малых городах Карелии очистных либо попросту нет, либо требуется реконструкция. Осточные воды текут в Онежское озеро. Пудыжу и Кими нужно решить проблему с очисткой воды, Медвежегорску и Повенцу построить современную канализацию. В конце сентября депутаты парламента внесли в бюджет 53 миллиона рублей на разработку проектно-сметной документации для подобных сооружений. Китайские гости много записывали в блокноты, отметив, что все это для них очень интересно, и что в их стране очистке водопроводно-источных вод в последнее время уделяется большое внимание. Например, в нашей провинции Фудянь, в которой входят 86 уездов, поселков и городов вместе взятые, везде в этих местах уже созданы заводы по водоочистке. Теперь, говорит руководитель делегации, речь может идти о технических деталях. В Китае, например, принято разделять бытовые истоки от промышленных. В Петрозаводске их на части не делят, поэтому и чистить сложнее. Поинтересовались гости и тем, почему на наших очистных неприятный запах. Важно и то, как используется осадок после того, как пройдет все степени очистки. В провинции Фудзянь есть три способа использования ила. В зависимости от его влажности. Более твердый осадок сжигают на мусороперерабатывающих заводах, используют при рекультивации земель или в качестве удобрения в лесу и для озеленения городов. В него даже добавляют корни грибов, которые выращивают на специальных заводах. В Петрозаводске над производством удобрений тоже думают. На очистных началась реконструкция так называемых иловых карт, где начнут перерабатывать осадок удобрения. Вот тут стоит, пожалуй, показать, что может появиться в результате подобной технологии. В Китае сегодня наблюдается настоящий строительный бум. В местах, где появляются новые кварталы, сразу строят очистные сооружения. По принципу город-сад. В городе Нанин, столице автономного района Гуан-Си, при строительстве большой проблемой было то, что река Накао, на берегах которой сооружался новый городской район, уже несла в себе немалые промышленные стоки. Поэтому добавлять новую нагрузку на водоем было нельзя. Решили нестандартно – построить сад. Если вы думаете, что то, что находится вокруг меня – это обычный газон, вы ошибаетесь. На самом деле это многоуровневая система очистки дождевой воды. Несколько лет назад река представляла собой ядовитый зловонный ручей. Теперь на этом месте разбит парк – болотные угодья. С зарослями бамбука, водяными лилиями и разнообразными цветами. Сама река стала широкой и чистой. Вода проходит сразу два уровня фильтрации – аппаратной и естественной, при помощи специальной водной растительности. А сами очистные превратились в городскую зону отдыха. Здесь обустроены дорожки и беседки, газоны и небольшие пруды, в которых преспокойно плещутся черепахи. Воду по трубам забирают из реки и потом возвращают её уже очищенной. Проект был реализован по концессии и обошёлся в 1 миллиард 100 миллионов юаней. Конечно, Карелия – более северный регион, и природа у нас не балует буйством красок. Но гости увезли с собой в Китай множество информации о различных проектах в социальной сфере. Так что, может быть, через какое-то время мы увидим их здесь уже за обсуждением конкретных объектов. Андрей Раев, Владимир Волотовский, Александр Борисов, САМПО ТВ 360 на НИН, Петрозаводск. Как подключить цифровое телевидение, если вы этого никогда раньше не делали? С наступлением нового года этот вопрос станет более чем актуальным. В январе 2019 Карелия полностью перейдёт на цифровое телевещание, и многие уже приготовились. Как присоединиться к этим зрителям? Продолжаем пошаговую инструкцию, отвечая на вопросы при помощи специалистов радиотелевизионного передающего центра. Телевизор с датой производства до 2012 года без специальной приставки цифровой формат поддерживать не сможет. Поэтому уже сейчас стоит позаботиться о её подключении. В начале следующего года аналогового вещания не будет, и вся страна перейдёт на цифру. Жители республики волнуются, смогут ли они справиться с переходом на цифровое телевидение. Как подключить приставку? Нужно ли вызвать мастера, или можно справиться с самим в домашних условиях? Специалисты РТПЦ считают, мастера приглашать не обязательно. С подключением можно справиться самим. Для этого нужна антенна, комнатная или уличная, индивидуальная, либо коллективная, и приставка. Её подключают к сети, к антенне и к телевизору. Для этого используем кабель стандартный, который идёт в комплекте с приставкой. На данной приставке это РЦА или колокольчики. На приставке имеются выходы видео, разъём видео и два разъёма звука. Подключаем по цвету. Далее этот видеокабель мы подключаем к телевизору в аналогичный разъём. На данном телевизоре он находится с краю. Также по цвету. Далее нажимаем на телевизоре кнопку выбора программ до появления значка «АВ-вход». Появилось изображение с приставки, настраиваем её на приём цифрового телевидения. Это делается с помощью автоматического или ручного поиска. Здесь нужно чётко следовать подсказкам меню. Поиск занимает некоторое время, в автоматическом режиме немного дольше, чем вручную. В финале пакет первого мультиплекса. На данном этапе она нашла 20 программ телевизионных. Стоит добавить, что дополнительно нужно будет скорректировать настройки самого телевизора, например, яркость или контрастность. Однако, если вы не уверены, что справитесь с подключением приставки самостоятельно, можно вызвать специалистов. Светлана Воробьёва, Сергей Беляев, САМПО-ТВ-360. Карелия в рейтингах вертолёт на Кижи. И как будет выглядеть орден САМПО? Обо всём этом в рубрике «Коротко». Карелия вошла в первую пятёрку рейтинга лучших мест России для автомобильного туризма по результатам опроса путешественников в соцсетях. Лидером стал Краснодарский край на второй строчке Крым, на третьей – Карелия. Музей-заповедник Кижи 20 октября запускает вертолётные туры, сообщила его директор Елена Богданова. Для экскурсии будут задействованы вертолёты Ми-8. Стало известно, как будет выглядеть орден САМПО. Это будет серебряный медальон с позолота в виде круга с восьмиконечной звездой. Указ подписал глава Карелии Артур Парфенчиков. 18 октября в Центре национальных культур и народного творчества Петрозаводска откроется первая выставка педагогов-художников северо-запада «Мой край». Свои работы представят около 40 педагогов из пяти северных регионов. Открытие в 16 часов. Царевна Морожка приедет из архангельского города Онега в Петрозаводск на праздник Марьяное. Северные ягоды станут частью большого праздничного киселя, которым угостят горожан. Фестиваль пройдет 4 ноября на площади Кирова. Фестиваль карельского пирога «Калитка» стал победителем этапа национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards среди четырех федеральных округов России. Проект представила Тверская область, где также проживают карелы. Жаркие соревнования в холодной воде. В столице Карелии готовятся к заключительному этапу Кубка мира по зимнему плаванию. Он пройдет на Онега в марте 2019 года. В Петрозаводск приедут лучшие зимние пловцы со всего мира. За тренировками карельских спортсменов следил Эдуард Тур. Залезть в холодную воду впервые и получить от этого удовольствие – испытание не для каждого. В карельском клубе «Виктория» занимаются 24 чемпиона мира по зимнему плаванию. Российскую сборную, в которую входят наши пловцы, считают лучшей в мире. Когда первый раз попробовала холодную воде, я сказала, что я больше сюда не залезу. Честно, вот этот бассейн, я вышла, сказала, я больше не пойду. А потом появилось какое-то такое желание преодолеть себя. Неужели я не смогу? Ну и вот, вот она уже 7 лет. Мама относится неплохо, но, конечно, сначала она думала, все, замерзну, утону. А сейчас она, наоборот, за и говорит, что это только укрепляет здоровье. В марте следующего года наши спортсмены выступят на заключительном этапе Кубка мира, который впервые пройдет на берегу Онежского озера. К соревнованиям в его водах планируют установить открытый 25-метровый бассейн на 8 дорожек. Пловцы преодолеют разные, но в основном спринтерские дистанции – от 25 до 200 метров. Когда мы задумались о том, чтобы один из этапов провести здесь, в Карелии, это было не просто так, а именно потому, что многие спортсмены, с которыми мы встречаемся на разных этапах, на разных соревнованиях, они нам говорят, что было бы интересно с вами посоревноваться на вашей воде. Сейчас три дня в неделю они посещают теплый бассейн Вонега. Оттачивая технику, работают над скоростью. В холодном же водоеме проводят от 30 секунд до 1 минуты. Этого достаточно, считает тренер. По наградам у нас больше 700 наград уже на высших форумах зимнего плавания. Такого достижения пока ни у кого нет. Регистрация на заключительный этап Кубка мира уже началась. Заявки оставили сильнейшие спортсмены из Белоруссии, Латвии, Финляндии, Эстонии и Германии. Среди них тоже чемпионы, так что конкуренция будет высокая. Одновременно с Кубком пройдут и открытые чемпионаты России и Карелии по зимнему плаванию. Эдуард Тур, Сергей Беляев, САМБТВ, 360. Сохранить память и рассказать о неизвестных героях советско-финской войны решили представители общественных организаций Петрозаводска. К 80-летнему юбилею Победы и к столетию Карелии они планируют открыть музей, посвященный окончанию войны 1939-1940 годов. Сейчас идет сбор экспонатов, их уже больше сотни. Общественники просят жителей Карелии поделиться личными вещами военнослужащих тех лет. Подробнее Наталья Кузьмина. История неизвестных подвигов судьбы целых семей сегодня, спустя почти 80 лет, расскажет предметы времен Зимней войны. Она длилась 105 дней и унесла почти 400 тысяч человеческих жизней. Валерий Таборов решил поделиться с будущим музеем письмами и фотографией своего деда Ивана Николаевича Таборова. Он ушел на военные сборы в тот же день, когда привез из роддома свою жену и новорожденную дочь. Это была первая и одновременно последняя встреча отца с маленькой Алиной. Он видел буквально один день. В каждом письме он пишет, что милая моя доченька Алина Ивановна, 9099 поцелуев, 2022 поцелуев. Каждое письмо оканчивается своим окончанием обязательно. Милая доченька Алина Ивановна. В этих письмах рассказывается, как вышли границы, как он находился на задании втул врага. С войны он не вернулся, а он погиб 23 февраля 1940 года. Письма, книги, личные дела, часы и даже некогда секретные карты. Для будущей экспозиции уже собрали более сотни экспонатов. Некоторые из них пока не называют, держат в секрете до открытия музея. Его планируют открыть в 2020 году, в год столетия Карелии и 80-летие окончания войны между Финляндией и Советским Союзом. Сейчас общественники готовят видеоролики, в которых просят жителей Карелии поделиться своей частичкой истории, рассказать о своих пока неизвестных героях. Акция международная. К нам уже присоединились жители Германии, Белоруссии, Финляндии. Сейчас уже все в процессе, присылаются экспонаты со всех уголков России, уже люди присоединяются, такие же ролики снимают. Война унесла много жизней, но оставила нам светлую память о великой победе великой страны. Мы сохраняем народную память. У войны нет другой победы и другой истории. Чтобы жить в мире, нужно помнить о войне. Мы объединяемся, чтобы сохранить нашу историю вместе. Присоединяйтесь. Наталья Кузьмина, Александр Борисов, САМПО ТВ 360. На этом все новости этого часа. Завтра вам обо всем расскажет Анжела Маркевич. Оставайтесь на канале САМПО ТВ 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова